Муромчане не унывают и внимательно слушают наставления тренера. Наш тренер настраивает нас на то, чтобы выйти первыми, обводить игроков, чтобы нам было легче играть. Он нас учит всеми всяким приемом. Игра идет нормально, только нам нужно научиться. Сейчас главное пройти их защиту и подобраться к воротам. Но ворота одесской команды и во втором периоде не даются муромчанам. Соперники вновь забивают им. Уже четвертый гол. В этом году у дружины одесского района больше сил, больше везения, больше ловкости. Ребята молодцы, готовились все, ждали этого момента. Переживали очень сильно. Но вышли как на последний бой, стараются. В полуфинале ребята из Одесского встретились с Омским районом. И обыграв его со счетом 4-0, добавили себе больше уверенности для финала. В результате игра за первое место прошла для них с таким же успехом. 4-0. Самым результативным игроком регионального этапа стал Матвей Макаревич. Было очень интересно. Мы все играли с наслаждением. Хотели очень сильно победить. И вот результат добились. Победы. Что помогло вам победить? Наверное, командная игра. И то, что пытались как-то комбинировать наши передачи и доводить до удара их. Муромчанам же досталось второе. Не менее почетное место в таком важном для юных футболистов турнире. «Кожаный мяч» – это традиционное соревнование, в котором участвует всегда команда Муромцевского района. В этом году мы представляем по трём возрастным группам. Хочется пожелать, отказать огромное спасибо людям, которые проводят эти соревнования, организаторам. То есть для детей сельских это действительно большой праздник. Праздник футбола под названием «Кожаный мяч» на региональном этапе завершен. Два дня школьные команды Омской области в трёх возрастных категориях от 10 до 15 лет бились за право попасть в следующий этап Всероссийского национального турнира. Это дружины из Омского, Калачинского, Шербакульского, Одесского, Таврического районов и из областного центра. «Кожаный мяч» – хороший шанс для начинающих футболистов показать себя на более высоком уровне – области, округа, страны. В спорте вообще это игра шансов. Футбол – то же самое. Мы знаем, что из Омска Дима Сычев, который за сборную играл, и за иностранный клуб, и за наши клубы. То есть это всё зависит от человека, от спортсмена, от его амбициозности, от его веры в поставленную цель и выполнение его, в трудолюбие прежде всего. Победителем в младшей возрастной группе стала команда Омского района. Кубок за первое место в средней получили наши герои-футболисты из Одесского. А в старшей возрастной группе лучшими стали товричанцы. Сегодняшние победители в июле отправятся на Всероссийский предварительный зональный турнир. Завершится кожаный мяч в августе – финалом между самыми сильными юными футболистами страны.